Видеть в России партнера для ЕС и отказаться от давления в двусторонних отношениях призвали в неменском Бундестаге. Еще одно предложение найти альтернативные пути для строительства Северного потока-2 в обход американских санкций. Способ уже найден. В Германии планируют создать специальный фонд по защите климата. Каким образом он поможет завершить прокладку трубопровода, расскажет Павел Прокопенко. Идея обойти санкции США появилась в передней Померании. Именно к этим прибалтийским землям должен прийти Северный поток-2. Как сообщает Бильд, планируется учредить специальный фонд, деятельность которого будет нацелена против изменения климата. Для обхода ограничительных мер Вашингтона фонд определит газовый проект как важнейший элемент для защиты окружающей среды. Немецкие компании, которые могут стать объектом санкции со стороны Соединенных Штатов, получили бы возможность предоставлять услуги российской стороне через фонд и его предприятия. С технической точки зрения ни одна компания не будет взаимодействовать с Северным потоком-2. Поэтому ограничительные меры их коснуться не должны. Санкции в отношении европейских компаний, которые участвуют в Северном потоке-2, ввел Трамп. В октябре Вашингтон расширил санкционный список. Эти ограничения – часть пакета о защите энергетической безопасности Европы. В Германии на разных уровнях неоднократно заявляли, что полны решимости завершить проект. Трамп, судя по всему, уходит, но ограничения остаются. Причем, возможно, станут более жесткими. В ноябре уже после выборов Джо Байден с позиции президента рассуждал о газопроводе, отметив, что в этом вопросе полностью солидарен с нынешним хозяином Белого дома. Я считаю трубопровод принципиально плохим бизнесом и буду первым, кто введет самые серьезные санкции против активных участников проекта. Меры уже определены. Вашингтон теряет позиции в сырьевом секторе. Мир на пороге исторического события. Китай совсем скоро вытеснит США в нефтепереработке. По данным Государственного статистического бюро КНР, в октябре показатели этой отрасли в стране увеличились на 2,5%, достигнув исторического рекорда в более чем 14 миллионов баррелей в сутки. В Штатах за аналогичный период всего 13,5 миллионов. С 2000 года Китай увеличил производство нефтепродуктов втрое. К 2025 году нефтепереработка достигнет 20 миллионов баррелей в сутки. США уступят лидерство, которое удерживали с позапрошлого века, уже в следующем году. 20 супертанкеров, которые отправятся из Мексиканского залива к берегам Азии, возможно, последний большой успех американцев на нефтяном рынке. Черное золото закупают Южная Корея, Сингапур. Блумберг объясняет обращение азиатских стран к США возросшим спросом на нефть из-за быстрого восстановления их экономик от коронакризиса. Китай глобальные потребности удовлетворить пока не может, но сделает это в ближайшее время. В Поднебесной строятся еще 4 НПЗ по мощности, превосходящие, например, всю нефтепереработку Великобритании. Что касается США, эксперты рынка характеризуют положение дел в отрасли кратко. Одни заводы закрываются, другие требуют инвестиций и модернизации. А тут еще и ураганы, которые каждый год проносятся по побережью Мексиканского залива, где сосредоточена основная часть нефтеперерабатывающего комплекса Соединенных Штатов. За происходящим внимательно следят и в нашей стране. Россия, как мировой поставщик нефти и газа, должна сохранить свои позиции. Особое внимание развитию полимерной промышленности. Об этом накануне в Тобольске заявил президент. В ближайшие 10 лет будет реализовано сразу 14 крупных проектов в области глубокой переработки углеводородов.